Так, ну что, всем привет! А, еще никого нет, еще никого нет, я думаю. Так. Почему еще нет? А, все, пошли. Так, всем хеллоу, чао, не хао. Привет. Так, привет, 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 привет. Мои пись-пись-письки. Я просто написала сегодня пост про бампер, если помните, там написала пись-пись. Так, что теперь мы выйдем командой пись-пись. Так, как дела, мне пишет Даруня. Дарюня, Дарюня, у меня все хорошо. Я дома, встаю в барный. Не знаю, что это встает. Так, нужно хоть себе стул, барный стул надо сюда принести. У меня просто зеркало здесь очень классное со светом, поэтому я здесь встала. Ты где? Я дома. Так, привет, где? Орхей. А, еще? Не знаю, кто-то. Так. О, мне надо, чтобы ко мне сейчас Нара зашла. Ты меня видишь, если что, зайди ко мне. Она здесь или нет, я не знаю. А, она сейчас, наверное, будет выставлять пост. Мелкая где? Мелкая спит. Так, приветик. Инна Иванова. Привет, Инночка. Так, Мара Лебичанова. Вот так. Вы так преобразились. Слушайте, а мне как-то кажется, я, короче, без ресниц. Сейчас у меня просто обычные мои накрашенные эфиры. Ой, эфиры, а ресницы. И, честно говоря, мне как-то не очень нравится. Мне кажется, с Нарочными прикольнее выглядят, чем без Нарочных. Нет? Накрашенные ресницы тоже нормально. Хотя нет, более эффектно выглядят, конечно, Нарочные ресницы. Чего что-то говорить. Тем более, я всегда делаю короткие, я никогда не делаю щетки на глазах. Сидел маленький. Но все равно, как бы, глаз такой он уже, мне не яркий. А я люблю, когда прям яркие глаза. Красиво. Спасибо. Привет, сладкая. Привет, привет. Блин, я хочу, чтобы ко мне Нара зашла, но я не знаю, потому что у нее будет конкурс. Я только что к ней заходила. Так. Нету Нара. Кто-нибудь, вы идите, напишите Наре, чтобы она... Я просто не хочу прямой эфир. Приостанавливать. Напишите Наре, чтобы она сейчас зашла ко мне сюда в прямой эфир. И, да, кинула мне этот запрос. Так, шикарные, красивые глаза. Спасибо большое. Какой изгиб делаешь? Я всегда делаю 2D, 3D, микс. От восьмерки до десятки. То есть, это десятка, это мой максимум. Больше десятки я не делаю никогда. Так, ресницы испортились? Нет, никогда в жизни у меня не портились ресницы. С ними вообще ничего не происходит, если у вас хороший мастер. У меня вообще никогда такого не было, чтобы я была без ресниц. Мне никогда не чесались глаза. У меня ничего такого вообще в жизни не было. Я наращиваю верх, и ницу мне никогда не... Вот я сняла ресницы. Вот сейчас мне полностью тушь. У меня нет здесь ни одной ресницы наращенной. Я к Наре иду. В пятницу красит волосы. Слушай, Нара реально очень круто красит волосы. Я сколько к ней уже хожу, я так довольна. И причем не важно, что блонг я, что брюнетка я. У меня все время все спрашивают. Спрашивают про изгиб, а не про измер Д, который не сильно закручен, такие обычные. Вот. Я уже сто лет хожу к Наре, и я очень довольна. Просто пятьсот лет уже. Так, нет, у меня Нара не видит. Ката, что за тон на лице? У меня тон, сейчас скажу. Я вообще люблю Соларановский кушон, конечно. Но в этот раз... Сейчас я не взяла. Не знаю, где косметика моя. А, вот она, господи. Сейчас. Так. Как мне нравится это платьишко. Блин, а я в этом платье, мне кажется, как слон огромный. Просто он так увеличивает. Короче, вот эта тоналка из Соларановской. Я, конечно, больше всего люблю кушон, которого я всегда вам советую. Это вообще офигенная штука, этот кушон. Но он для загорелого типа кожи, например, не подходит. Сейчас я объяла первый раз, наверное, за долгое время. Но планирую от этого избавиться. Поэтому взяла себе пока место... Еще взяла себе вот такую тоналку. В чем ее преимущество? Потому что она очень-очень-очень-очень увлажняет лицо. То есть, вот сейчас зимой, если у вас вообще очень холодная... Если у вас очень сухая кожа, то он вообще просто незаменимый. Так, ты это платье не снимаешь и спишься. Но это домашнее платье сейчас для меня. Потому что вообще оно легкое. Оно такое чисто дворское. Я решила его надеть дома. Поэтому, мне кажется, что наоборот, он красиво так ходить. Вот. Так, значит, где моя Нара? Кто-нибудь вышел, написал Наре? Я вас умоляю. Я хочу, чтобы... Нет, Нара еще не зашла. Так. Красиво. Так. Тата, что за фирма Тона? А, ну, фирма, вы сказали, Тона. Номер Тона. Б-40. Точка красивая. Точка Тенделочек. Антонова. Спасибо большое. Ты такая красивая. Привет из Тюмени. Не в фонте. Спасибо большое. Что мне очень приятно. Телефон в стакане стоит, да. Но не в стакане, а у меня есть такой специальный стаканчик для щеток зубных. Но я никогда в жизни дома ничего не оставляю на доступном месте. То есть, я не люблю, когда видно шампунь или еще что-то. Я все прячу. Ну, только вот так стоят маленькие, такие, типа отельные, красивые. По три штучки и мало такое. Так я все прячу. Поэтому стакан этот пустой. Так, блонд вам лучше. Нет, мне больше нравится такой. Просто мне еще загар не хватает. Если бы я была еще загарела, было бы бомб. Что Валера делать? Валера уже ушел. Он был и уже ушел. Очень красивая. Спасибо. Короче, Нара. Если... Ну, я сейчас только что про него оставила в сториз. Вообще, Нара это моя подруга. Я к ней уже хожу. Блин, года четыре делать волосы. Так мы с ней подружились. Я у нее всегда наращиваю. Голливудское наращивание. Поэтому могу делать высокие хвосты. И вообще не париться по поводу бальзамов, укладок, шампуней и так далее и тому подобное. Так, что вы написали Наре. Спасибо большое. Я просто думала, раз она уже не зайдет, я сама расскажу. И Нара перед Новым годом решила устроить конкурс. На полный уход за волосами. То есть, это наращивание волос. Это работа. Это полный уход за волосами. То есть, там какие-то маски. И плюс еще, что у нас еще? А, окрашивание. То есть, полный уход головы от А до Я. Она разыгрывает к Новому году. И те, кто хочет поучаствовать, она выставила пост. Надо зайти к Наре. Я выставила сториз с ней. Вы должны будете к ней перейти на страницу. И под последним постом оставите комментарии. Комментарии, число комментариев вообще не ограниченное. Завтра я с ней зайду в 6 часов вечера в прямой эфир. И методом тыка, короче, мы выберем победителя. Короче, вот так. У той же девочки, у кого я делаю волосы, все вообще процедуры, все окрашивание, все, что связано с волосами, я все делаю у Нары. Поэтому смотрите мои сториз, переходите к ней. Так, какой цвет для волос используешь? Как раз какая? Я не знаю. Я знаю, что девочки мне мешают много цветов, чтобы я не выходила ни в зелень, ни в какую-то там борду и так далее, и тому подобное. Таточка, ты покакала? Моя хорошая, я тебе напишу. Я тебе обязательно отчитаюсь. Так. Вообще, ну, блин, я что-то круто. Если кому-то очень повезет, кому-то, если очень повезет, на Новый год, почему, если точно 100% кому-то повезет, на Новый год получит крутой подарок. Полный уход за волосами. Прикиньте, как круто Новый год в новом образе, с новой прической, я не знаю, с новым цветом волос. Короче, все, что угодно, все в ваших фантазиях. Нара все вам реализует. Условия конкурса очень простые. Нужно просто идти к Наре и оставить там комментарий. В неограниченном количестве. Так, расскажи что-нибудь. Что рассказать? Я, короче, скоро уезжаю. Сейчас мы с Бутусиком в Москве. И 5 января мы улетаем. Мы летим в Китай. После этого я улетаю. Я вообще, я не знаю, я вообще собиралась здесь, в Астрахани. Я вообще собиралась как? Мне надо ребенку поставить, американскую визу получить. И меня записали на собеседование. Еще точно даты нет. Но освобожденные даты будут приблизительно конец января или начало февраля. Ну вот, начало февраля, середина. Бетти получает визу автоматом. Но просто в России было почему-то опять закрыто посольство. Я долго не могла встать в очередь. Но ребенок автоматом и заменяют. Потому что мама имеет как бы все документы. Она автоматом должна получить. Я думала, что это сделала до Нового года. И как бы уже отсюда уеду вместе с ней. Полечу в Америку. Но у меня так не получается. Поэтому мы, я 5 числа полечу к маме. Оставлю там бытуська на 10 дней. Сама полечу в Америку. И потом, возвращаясь обратно в Москву через 8-10 дней, прихожу сюда в американское посольство. Прихожу сюда в американское посольство, получаю бтуська визу. И еду за бтуськами, потом опять качу в Америку. Но у нас путешествие... Долго. Очень долго. Тата, виза в Америку в Грузии легче получать. У меня есть виза в Америку. У меня ребенок автоматом получает. Просто приемы были закрыты. Брови огонь. Спасибо большое. Это вот этим своим фирменным карандашом. Правда, это совсем маленький кусочек. Осталось, я так люблю эти карандаши. Я их привозила, помните, на продажу. Я так же и губы им крашу. И брови. То есть он очень круто точится. Видите, какой он? Он, то есть, такой очень... Он как бы тонкий квадрат. И он вообще прям волоски такой рисовывает круто. Так, привет, мучерок. Привет, Маквальич Киророк, мучерок. Вот это телефон на кружке у тебя стоит. Да, у меня вот такая вот кружка. Сейчас покажу. Вот такая вот кружка, на ней стоит мой телефон. Так. Привет из города Алтайска. Привет. Так. Так, Светочка, моя хорошая, моя маленькая. Тебе там паукан уже совсем разрывает. Я вообще там не знаю все, что ты пишешь. Мы совсем согласны. Там уже все. Мы все поняли. Так, привет с Абхазии. Абхазия, привет. Так, я расскажу тебе. Светочка подписалась под... А, не поняла. Она еще запуталась. Передай Томску привет. Томск огромный привет. Слушай, мне надоело ставить вот так вот горячиться. Надо не сесть. Так. Так, Валера общается с Байте, конечно. Привет из Екатерины Груг. В Екатерины Груг. Привет. Что вам еще рассказать? Так, расскажи о своем питании. Ой, девочки, короче, завтра я пойду куплю себе абонемент. В зал. У меня прямо в доме есть спортзал. Я туда ни разу в жизни не ходила. Мне надо пойти абонемент взять и начать каждый день, короче, ходить в зал. И перестать жрать. Потому что я очень сильно поправилась. Это уже не шутки. Я поправилась прямо на очень много килограмм. Даже не буду говорить на сколько. Но на много. У меня прямо гахарит такая толстая. Ну, короче, я недовольна. Знаете, жру. Мне грустно, но вкусно. И поэтому не знаю, что делать. Не могу себя остановить. Я сейчас буду, короче, худеть. Так что завтра в зал. Ну, я надеюсь. На самом деле, если я говорю про зал, уже позавчера. И я все никак не отойду. Но уже реально край. Так что придется худеть. И ходить в зал. Не, не то, что придется худеть. Вообще себя надо. На всю жизнь, я считаю. А я быстро прихожу в форму. Просто в последнее время что-то мне так кушать хотелось. Ну, вообще. Спорт, питание. Это самое необходимое в фигуре. И я понимаю, что спасибо, что у меня все получилось. Получается. Получилось в этом плане. Но не может, в принципе, не получиться. Это надо просто хотеть. Очень быть красивой и худой. Это вообще, когда ты себя... Вот, знаешь, я не толстая. Конечно, я не толстая. Я также продолжаю быть худой. Но тот вес, сколько девять килограмм, который меня устраивает, в нем я ощущаю себя офигенной. И когда ты довольна своим телом, когда ты просто кайфуешь от своего вида в зеркале, то ты на мир по-другому смотришь. Сейчас я на себя смотрю. Я смотрю, только я вижу себя жирной. Больше никакой. Потому что даже если я и так не жирная, но мое восприятие себя, оно мне не дает вот кайфануть от отражения в зеркале. Еще я очень белая, мне нужно загореть, чтобы тоже нравиться себе больше. Поэтому, блин, загар, короче, и питание очень важно. Ну, для меня лично. У меня такое видение. Потому что, когда я загорела, я визуально себе нравилась больше, сразу более сексуальное тело. Короче, такая вся. Боже, боже, какая я красивая! И тебе не хочется лишний раз жрать. А когда ты себе не нравишься, блядь, ты жирная еще и белая. И вообще тебе не жалко ничего сажать. А так, когда быстренько загорелаешь, фигак, и сразу стройненько, красивенько. И уже тебе кажется, что ты уже похудела, тебе уже жаль жрать. Так же идешь в зал, смотришь, сколько калорий сожгла, и сколько пришлось пройти, извините меня, часов. И такая, берешь булочку, да уж, блин, это целых три часа там что-то делала. И все. И вот так потихонечку. Только надо, конечно, себя это приучить на всю жизнь, забить тело так, сделать такую мышечную память, чтобы и в 40 лет, и в 50 лет, и вообще всю жизнь оставаться красивыми. Потому что возраст – это вообще фигня. Самое главное – это вес. Если ты жирная, тебе вообще ничего не поможет. Что тебе 20 лет будет, что тебе будет 80 лет. Посмотрите на бабушек 80-летних, которые худенькие. Вот в Монако таких очень много, конечно, у тебя бабушки очень красивые. Понимаешь, что здесь еще от внутреннего восприятия жизни есть. Вот она такая худенькая, у нее такие ножки, вот, и она так одевается. И все, ей сразу мигу 40 лет даешь. Потому что она вот какая-то, она женщина, она не забывает одеваться, она худенькая, она сидит за своей фигурой. Если бы она была толстой, она вообще не была бы ни о чем. Как бы она не была накрашена, какая бы она прикольная не была и так далее и тому подобное. Все равно вес очень-очень-очень-очень-очень сильно решает. Ну, это не так кажется. Почему-то. Так, что еще вам рассказать? Что сообщение? А, все, надо. Да-да-да, если ты худая, ты молодая. Ну, это правда. Вес все портит. Когда долго и правильно питаешься, видишь изменения, но потом есть, есть, не так уже хочется. Ну, чтобы получилось, ничего не понимаю. Ну, да, конечно, это не сразу приходит, но предложить усилия, конечно, надо. Так, какой-то расстояние он невысокий. Я 168-169. Ну, как невысокий, обычный. Так, короче, ребята мои любимые, дорогие, я поскакала. Я поскакала, а вам я советую всем, кто хочет на Новый год выиграть преображение, попасть к моему мастеру по волосам, который вам нарастит волосы, сделает новую прическу, покрасит, сделает уход за волосами, маски, окрашивание волос, стрижка, само наращивание, сами волосы для наращивания. То есть, полный фарш вы вправе выбирать. Если хотите участвовать в конкурсе, я выставила сториз, ссылка там на Нару. Вы к ней приходите и под последним постом оставляете комментарии в неограниченном количестве. И завтра мы с ней в 6 часов вечера зайдем в прямой эфир и методом тыка узнаем победителя, кому же повезет к Новому году выиграть преображение. Она очень крутой мастер. Даже если вы просто к ней попадете, я просто советую вам даже к ней все равно попасть, потому что она реально круто все делает. И я никогда никому другим не хожу. Вот я как хожу к Наре уже несколько лет, я не рекламирую никого другого. То есть все, что связано с моим наращиванием... Ого, порезалась я. Первый раз не знаю, где я порезалась. Так что все, что связано с наращиванием, с окрашиванием, с лечением, все я делаю у Нару. Я вас целую, люблю, выхожу. Уже устала расстоять, раскорячка. Я вас целую. Так, а если я с Украины... Знаете, к Наре за деньги приезжают люди вообще с разных стран, из Америки, из Ливана, и у кого-то, кто не только там не ходит. Потому что наращивание голливудское делают не все. Это очень крутое наращивание. На мой взгляд, я пробовала все. Это самое лучшее от него. Очень хорошо отрастают волосы. Они не портятся. У вас просто косичка. Вы моете голову, чем хотите, как хотите, пользуетесь любыми бальзамами. То есть у вас нет никакой разницы между своими волосами этим. То есть вы не ощущаете этого так, как в капсулах или в лентах, или еще что-нибудь такое. То есть это... Я все это пробовала. На мой взгляд, все херь собачья. Нара, конечно, делает любое, но я вот советую именно голливудское. Вы можете поднимать хвосты, вообще делать все, что угодно. Никто ничего не скажет и никто ничего не увидит. Поэтому я, короче, желаю вам всем удачи, потому что считаю, что это очень круто, выиграть на Новый год. Такой подарочек. Сама тоже 20-го числа. Кстати, я не знаю, ну это можно потом посадить. Короче, 20-го числа я тоже где-то пойдусь к Нарине на преображение. Мне надо краситься. Я уже сто лет не красилась. Уже, наверное, месяца два. Я, короче, все, поскакала. Я, короче, что ухожу и никак не уйду. Вас всех жду. У Нары на странице под последним постом в комментариях. Все. Я вас целую, люблю, люблю. Так.